так вы вытащил в общем весь перчик который мы привезли я его специально не трогала несколько дней чтобы он дома в тепле полежал и до спел и вот сейчас принципе большинство перца покраснело вот эти вот были такие но не зеленые такие вот желтенькие здесь есть еще вот острый перец его надо будет отдельно положить яблочко 2 штучки сейчас все это перемою и буду нарезать за морозку на зиму делать и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 тесто у меня готово фарш какой жирный не смывается мне не нравится посуду хорошо меня посудомойки сейчас есть представляете сейчас как плохо мыть посуду у кого нет посуду мощная машина просто кошмар холодной водой невозможно мыть посуду все прилипает этот жир весь кошмар мне не особо нравится так у меня получился такой фаршик очень вкусно пахнет много лука и прям большую головку луку туда сделала и еще вот тесто пельменное его надо будет еще немножко замесить прям хорошо такое чтобы оно уже нормально буду сейчас раскатывать на столе все вот это уберу вот только недавно поели арбуз арбуз очень вкусный красный такой спелый и буду на столе пельмени лепить налепила пельмешки уже вторая партия у меня получается девчонкам сейчас только что сварила отдала пельмешки не кушают вот сейчас буду вторую партию поставила опять воду то же самое сейчас я прокипячу просто той же самую воде сварю немножко варю очень вкусный кстати фарш получился пельмешки тоже вкусные прям и тесто классно а я уже помыла голову я уже помыла голову так прям хорошо стало легко надо будет только расчесаться я еще не расчесывалась вот и что еще нового у нас мы сейчас покушаем в принципе милану я тоже помыла девчонок короче помыла голову себе помыла голову сейчас их покорблю сама считай покушаю сейчас и потом мы пойдем на улицу сходим в магазин как я уже говорила будем смотреть что там новенького у нас продают мне еще половник кстати надо купить новый потому что этот половник у меня уже старенький когда его мою в посудомоечной машине в ручку затекает вода и потом когда что-то делаешь с него по чуть-чуть по чуть-чуть сочится вода с этой ручки выливается в общем неприятно нет и мне нравится поэтому поэтому надо будет посмотреть еще мы вчера ездили на дачу и посмотрите сколько помидор мы привезли посмотрите целый ящик помидор собрали еще жаловалась помидор мало мидор у меня достаточно хорошие все вот сорт валентина кстати надо будет собрать с него семена тут и розовый не пас f1 которые и тут еще какие то есть непонятные сорта в общем я не помню собрали этот падали все немножко тут яблоки груши в общем вот и немножечко таких помидоров девчонки вот будут кушать столько помидор огурцы к сожалению уже все отошли нету огурцов помидор вот навалом еще кстати хороший вот это древесный наполнитель вот это древесный наполнитель вот это и риска пока чашка ее здесь переехала на балконе стоит так даже лучше да она здесь покушает и уходит все туалет сходит мы уберем все здесь ничем не пахнет вот это кстати хороший вот это древесный наполнитель мне сначала не понравился кошки тоже а сейчас прям мне нравится нормально он не пахнет ничего прям офигенный вот баклажаны у нас тут такие вот классные здоровые только перец болгарский перец буду нарезать наверное баклажаны кружочками замораживать все это буду делать загружая посуду мощную машину ставлю обычная программу p5 стирает на 58 минут не стирает а моет посуду вот такая у меня сегодня загруженность посуды под завязку можно сказать очень много посуда накопилось все я сейчас убрала в общем как вы можете заметить соленую рыбу который я солила прошло уже три дня с момента засолки вот и сейчас я ее вешала получается на веревочку у меня вот такая веревка есть это знаете такой шпагат получается с капроновых ниток очень прочная должна быть должна выдержать вот сейчас я вам покажу конструкцию как я вообще повесила рыбу сушиться вот так на балконе в общем я постелила на пол тряпки которые можно сказать уже не нужные чтоб потом сразу их выкинуть вот можете заметить у меня это моя сушилка для белья и вуаля вот так вот я придумала посушить рыбу на сушилке потому что в принципе больше негде и развесить повесить сушить вот у нас на окнах сетки стоят поэтому я думаю муха здесь не должно быть так вот я здесь конструкцию навязала протянула веревочку я через жабры и вытаскивал через рот единственную ошибку сделали вспороли рыбу и почистили ее поэтому сейчас будет активно скорее всего стекать с нее прямо жир ведь менее вкусная она будет ну не знаю на балконе запах конечно такой стоит рыбный вот хорошо что это она на балконе будет сушиться у нас здесь у нас всегда окна открыты и проветривает я думаю она быстренько вся высохнет просохнет и мы будем ее кушать вот такая вот рыбка самая большая вот крайняя она сейчас стекает вода я ее промыла кстати после соли все промыла и снаружи и внутри немножко дала ей стечь в тазике и вот сейчас повесил уже трогаешь уже жирок чувствуется что рыба жирная рыбка сушится уже второй день как она висит еще еще не высохла но уже такая знаете прям сухенькая нормальная ничего с нее не капает я думала накапать будет нет ничего не капает еще на недельку повисит она и я думаю она будет уже готова можно будет кушать молодец вкусно вкусно точно вот такие перемешки накладывал сколько 7 штук накладывал все съели до ели доедаешь до 7 штук много кушай кушай ты вот этот выключи а и ты оттуда смотришь да вот так вот